Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Академия Кран, профессор, доктор химических наук Валерий Васильевич Лунин. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Вам спасибо, что вы пригласили. Да, у нас на самом деле столько информационных поводов, чтобы с вами побеседовать. Во-первых, 12 мая прошел химический диктант, такая большая акция, дабы популяризировать химию в массах. Помимо этого, совсем скоро вступительные экзамены в самый престижный вуз нашей страны МГУ, на химический факультет тоже стремятся люди, но попасть непросто. Вот эти все темы мы хотели бы с вами обсудить. Давайте начнем с диктанта. Давайте. Как все прошло? Буквально 10 дней все... Несколько слов о истории. Да, давайте, конечно. Предметные российские диктанты проводятся уже в течение нескольких лет. Первый по русскому языку, и он идет всегда. Дальше был географический, потом биологический. Вот, и мы решили в этом году в рамках праздника химика, у нас профессиональный праздник на факультете перед сессией, это вторая суббота мая, в сценарий включить всероссийский химический диктант. При этом мы получили полную поддержку со стороны корпорации «Российский учебник», со стороны Ассоциации учителей химии Российской Федерации, со стороны Федерального учебно-методического объединения по химии университета в России. И это мощные, но и со стороны учителей, конечно. Вот, это мощные такие организации, которые активно включились и очень тепло приветствовали эту инициативу. Ну, это сложно ли был диктант, как вы считаете? Нет, диктант был очень простой. Простой, для всех, для широкого круга людей. Это вот первый случай, наверное, за всю историю внедрения ЕГЭ с ответами типа «угадай». Тест. Да, и усреднение знаний учащихся. Вот, первый, где экспресс-опрос именно удобен по вот такой схеме. Дается вопрос, даются там… Варианты ответов. Три или четыре варианта ответов, и человек выбирает и тут же отвечает. Ну, как на права сдают люди так. Да-да-да-да-да, вот. И надо сказать, что у нас была полная химическая аудитория. И люди говорили, почему так поздно? Почему так поздно? Было раньше столько народу учителя, школьники, маленькие дети были, которые интересуются. А, почему так поздно сообщили? Самые маленькие, Валерий Васильевич, самому младшему сколько было? Пришел мальчик, наверное, лет пяти-шести и сказал, что, Валерий Васильевич, я сделал всего две ошибки. Я говорю, ты сам отвечал или мама? Нет, я сам отвечал, я химию интересуюсь давно. Давно, уже всю свою жизнь. Да, вот. И в первом всероссийском химическом объектанте принял участие более 25 тысяч человек. И сейчас мы уже точно знаем, что почти 4 тысячи на сегодняшний день проверки, отличники, они ответили все правильно. Прекрасно. На все 25 вопросов. Вопросы из самой обыденной жизни нашей, ну и общих сведений. То есть вопросы не только такие углубленные знания по химии, а около, между, что-то такое. Вот такой очень важный вопрос, который, я считаю, все должны знать сейчас. Ну, какой газ, например, наполняется в подушку безопасности автомобиля? Там углекислый газ, азот, кислород, воздух. Я не знаю. Правильный ответ – азот. А это необходимо знать, потому что это такой предмет уже повседневного употребления. В пользу для всех. Для чего еще, друзья, нам пригодится в жизни химия, узнаете, если останетесь в компании «Страны ФМ». Валерий Васильевич Лунин у нас в гостях, президент химического факультета МГУ. Академик Российской Академии Наук, профессор, доктор химических наук. И мы говорим о диктанте химическом, который прошел 12 мая. Сколько вы сказали, почти 25 тысяч человек приняли участие? Да, больше 25 тысяч. Больше 25 тысяч человек. Ну, как вы оцениваете, какую оценку дадите? Все успешно или надо что-то доработать? Все очень успешно. 460 площадок, 71 регион страны. И участвовали, ну, самый активный Ставропольский край. Ух ты. Да, все университеты, где есть химические факультеты, практически тоже приняли участие. Это порядка 70 площадок университетских. Аркангельская область, родина Ломоносова, первая профессора химии России, тоже самое очень активно приняло. Урал и весь федеральный. Вся страна. Ставропольский округ, да. И Краснодарский край, Иркутская область. Ну, трудно назвать. Республика Башкортостан, Татарстан, где химия ключевая область экономики для этих регионов. Вот, поэтому они, даже ребят, которые были у нас на празднике, химика, а праздник у нас 52-й, он посвящается каждый год одному из элементов периодической системы. И в этом году был йод, 52-й элемент. Да, и вот башкирские школьники, то есть школьники, студенты уже, они решили принять участие. Участвовали, им очень понравилось. Да всем понравилось. Валерий Васильевич, а какому региону вы бы посоветовали подтянуться по химии? Кто вот еще, так сказать, в этом плане? Нужно приезжать туда с лекциями. И проводить ликбез. Где еще в этом плане есть над чем работать? Ну, вот я бы посоветовал Калининградскую область. Так, не откалывайтесь. В Калининградской области, знаете, это вот регион нашей страны, где может быть удивительная химия развиваться, химия будущего, химия растительных полимеров, химия моря продуктов. Вот. Знаете, вот в Архангельске это очень хорошо развивается. И в Калининграде может, да? Может. Я их все время пытаюсь соединить, два университета, чтобы... И мы готовы участвовать в этом, тоже Московский университет. Скажем, ведь вот у нас в России еще Первую мировую войну, именно в Архангельске, был построен первый завод по производству йода. Из ламинарий морских. Была Первая мировая война, до этого мы покупали йод в Германии. А тут... Стали сами выпускать. Враги оказались немцы наши. Вот. И пришлось самим искать выход. Жизнь заставила. Да, жизнь заставила. Вот первый йод был получен в Архангельске. Сейчас работает завод по производству йода других, содержащих агар-агар систем. Есть и мармелад, и прочие продукты. И косметика. На Белорусском вокзале работает специальный киоск по косметике из морепродуктов, которые производятся в Архангельске. То есть, а калининградцам нужно подтянуться. А калининградцам надо подтягиваться. А что касается Дальнего Востока, там как? Там тоже с водоемами все хорошо. Дальний Восток — это замечательный тоже регион по развитию химии. Угу. И образовательный центр сильнее очень. Да, да, и образовательный. Ну, наш самый дальний университет дальневосточный. В Владивостоке. Да. Да. Уже больше ста лет ему. Вот. И там тоже химия океана, химия морепродуктов, производится очень мощно. Биоорганическая химия. Но ведь, понимаете, вот кто-то из наших коллег, выступая на диктанте, представляю, говорит, что даже люди, не имеющие отношения к химии, могут принять участие в этом диктанте. Я поправил, что говорят. Не точно. Потому что нет людей, не имеющих отношения к химии. Вот. Химия наша жизнь. Каждый день. А к жизни мы имеем отношения. Это точно. Вся наша жизнь последовательность химических превращений. А сам человек самый совершенный химический реактор. Дорогие друзья, из своего реактора сейчас излучаю информацию, что у нас скоро будет продолжение эфира. Будьте в компании Страны ФМ. Не улетайте, друзья, от эфира Страны ФМ. У нас сегодня в гостях Валерий Васильевич Лунин, президент химического факультета МГУ. Много чего интересного мы сегодня узнаем. И вы вместе с нами тоже. Мы хотели бы поговорить о востребованности в профессии, в химии. Вот вы выпускаете ежегодно огромное количество высококлассных специалистов. Как потом у них происходит трудоустройство? Насколько они востребованы? В каких-то отраслях они трудятся. В стране, в мире. Вот вы задаете хороший вопрос очень. Мы не так много выпускаем высококлассных специалистов. Все университеты, химические факультеты университетов России выпускают примерно где-то около двух тысяч. Это общее число, да? Да. Специалистов химиков, даже специалистов химиков меньше, потому что бакалавры же есть еще во многих университетах. У нас это не принято, в университете не было. Химик недоученный опаснее врача. Недоученного. Надо запомнить. Поэтому у нас пятилетний специалист, а вот сейчас второй год уже шестилетний специалист. Мы продлили срок обучения на ступени специалиста шесть лет. И это одна из самых востребованных профессий в нашей стране и в мире. Потому что страна огромная. Химия, опять же, говорит, ключевая область экономики. Здесь целиком регионы. Татарстан, Башкортостан, Волгоградская область, Великий Новгород. Очень много. Это нефтепереработка, это пищевая промышленность, да? Я так понимаю. Нефтепереработка, нефтехимия, пищевая промышленность, медицинская. И, наверное, уже лет пять назад мы ввели новую специализацию. Медицинская химия. Так. Она пользуется большой популярностью. И она открыта уже во многих университетах нашей страны. И в Казани, и в Санкт-Петербурге. Поэтому направлений химического знания, химической науки очень много. И химическая отрасль у нас одна из немногих областей промышленности, которая в значительной степени сохранилась. Татарстан. То есть все традиции... Да, Башкортостан. Не только не позволили разрушиться предприятиям химическим, но очень приумножили, новые построили. И это необходимо. Ведь вот все, что производится в Татарстане из тех же продуктов нефтепереработки, все идет тут же на экспорт. В нашей стране 14 компаний по производству удобрений и, наверное, процентов 80 продукции идет на экспорт. Крупнейшая компания «Еврахим», она такая, компания международная, оказывает большую поддержку нам в организации химических олимпиад, химических конкурсов. Университету вы имеете в виду? А? Ну, в химическом факультету, да. Да. И они же агитируют наших специалистов идти к ним работать, ребят. Полный цикл обучения, трудоустройства. И они платят дополнительные стипендии. То же самое «Уралхим», «Уралкалий», «Фосагра». Поэтому, когда мы проводим ярмарку вакансий, она бывает у нас всегда где-то в феврале месяце, в марте, ну, собирается там до 30 компаний. И наших отечественных, и представительств зарубежных компаний тоже. Поэтому это очень здорово. И более того, у нас так исторически сложилось, что большая часть студентов иногородняя. Иногородняя. Из 59 вот сейчас субъектов Российской Федерации. Но это талантливейшие ребята. И когда они заканчивают, у них кладезь разума и кладезь знаний. И если взять начало 90-х годов, то значительная масса ребят уезжала. Потому что жилье, другие бытовые условия... Социальные моменты были сложные. Да, все было начало построено. Вот они уезжали. Сейчас существенно меньше. Существенно меньше уезжают. Компания предлагает уже многие жилье, даже выпускникам нашим. Ну, это здорово, что поддержка есть таким талантливым, умнейшим специалистам. Профессия очень важная. И слава богу, что есть дети, которые любят химию и хотят учиться в химии. Друзья, хочу напомнить, у нас в гостях сегодня президент химического факультета МГУ Валерий Васильевич Лунин. У нас небольшая пауза сейчас. И мы вернемся. Оставайтесь с нами на телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, мы продолжаем химичить. В этом часе у нас много чего интересного. Все касается науки и производства, и жизни. Валерий Васильевич Лунин в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Президент химического факультета МГУ, надо отметить. Говорим мы про юных дарованиях, специалистах, которые идут в ногу со временем. И совсем скоро, возможно, что-то изобретут, какие-то великие открытия ждут нашу огромную необъятную страну. Вот расскажите, что готовят? Куда движется химия, Валерий Васильевич? Химия вообще очень сильно изменила парадигму. Химики даже ввели новую методологию, зеленую химию. Зеленую химию. Это уже что-то связано с экологией. Основной принцип, который, да, деятельностью химической минимизировать ущерб окружающей среде. И вот это очень важно. Очень важно. Уже есть пакеты, которые не 400 лет разлагаются. Которые быстро перерабатываются. Новые технологии, новые композиционные материалы. Вот. Но взять тот же углерод. Вот. Удивительный элемент. Казалось бы, все про него известно. Разные формы. Сорбентов там в противогазе используют, да. Активированный уголь. И вдруг, вот где-то лет 10 назад, 12, открывает новую модификацию графен. Вот. Это совершенно новый материал. Это очень легкий, по-моему, вещество. Да, очень тонкий, двумерный. Но сейчас вот в Екатеринбурге, например, в институте высокой температурной электрохимии создали новый материал. В алюминий внедряют тонкие-тонкие слои графена. Повышается прочность, повышается температура. Что-то с теплопроводностью, наверное. И можно, скажем, вот такие тонкие нити внедрять вместо тяжелых проволок медных для транспортировки электроэнергии на расстояние. Вот. Или других каких-то элементов. И то же самое касается топливных элементов. Совершенно будет, ну вот, новая эра. Какие-то компоненты, может быть, для 3D-принтеров, чтобы дома обучать. Да, да, да. 3D-принтеры — это вообще фантастика. Прогресс такой. Прогресс колоссальный. Да, геометрический. Вот есть университет Петра Великого, химико-технологический в Петербурге. Там по 3D-печати создали... У девушки не было руки. Вот. Но была вот часть до локтя. Ей сделали с помощью 3D-печати, вот, кисть и все остальное соединили с волокнами тканей. Так. И, ну, я сам видел, как она наливает чай, как она завязывает косынку, знаете. Вот. То есть это... Ну, она за гранью. За гранью, да. Или у нас, казалось бы, такая область очень специфическая химическая термодинамика. То есть это область знания химического, которая позволяет прогнозировать протекание химических реакций. Будет она протекать или не будет. Как ее можно оптимизировать. Так вот, наши молодые ученые создали новое направление прикладную термодинамику, когда они проанализировали по просьбе компании «Уралхим» технологию приготовления основного компонента минеральных удобрений карбамида, то оказалось, что созданная сто лет назад с лишним технология очень несовершенна. Ну, конечно. И была предложена схема, которая позволяет сильно минимизировать затраты энергии, вообще весь, всю технологию процесса. И, несмотря на санкции, лидер в этой области синтеза «Штемми Карбан», голландская компания, подписала соглашение впервые в истории с компанией «Уралхим» и с Московским университетом о создании новой технологии, рецензионной соглашения. И сейчас у нас в Пермском крае строится первая опытно-промышленная установка, которая должна подтвердить эту технологию. И если она подтвердится, я уверен, что она подтвердится, то будет трансляция этой технологии по всему миру. А это колоссальный просто эффект, понимаете, во всех отношениях, в плане зеленой химии, минимизации расходов, и в плане экономии электроэнергии. И много таких примеров. Я не говорю про биотехнологии, про химию лекарств, где можно уже прогнозировать путем замены какого-то фрагмента сложной молекули свойства лекарства. Или, ну, антибиотики очень эффективное средство при воспалительных процессах различных, но они обладают... И последствия есть определенные, негативные. Да, побочными действиями негативными, ужасно. Все дело в чем? В том, что трудно традиционными способами очистить вот этих вредных примесей. И вот мы уже, наверное, лет 12 в нашей стране развиваем новые направления создания сверхклитических флюидных технологий. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы тот газ, который мы выдыхаем, все знают, что это углекислый газ, его перевести в сверхклитическое состояние, то есть поднять температуру и давление, и он начинает действовать как универсальный растворитель без всякой органики. И когда начинаешь через него или его пропускать через антибиотик, он очищает от всех вредных примесей. Получается абсолютно как бы состав тот же, но... Совершенно другое воздействие. Качество совершенно другое. И этот способ мы будем проводить в конце сентября на Алтае Школу молодых ученых, посвященную использованию вот этих сверхклитических флюидных технологий в биотехнологиях, в медицине. То есть через несколько лет мы можем получить антибиотики без таких тяжелых побочных эффектов, да? Спасибо. В ближайшее время. В ближайшее время. Отлично. Друзья, у нас небольшая пауза сейчас. Хочу напомнить, в гостях у нас сегодня президент химического факультета МГУ Валерий Васильевич Лунин. Музыкальная пауза, и мы к вам вернемся. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Замечу, друзья, высокая наука. Президент химического факультета МГУ Валерий Васильевич Лунин по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. И мы сегодня говорим о химии, о том, как же все-таки ее много в нашей жизни. Да. Валерий Васильевич, напутствие хочется от вас услышать, потому что впереди у ребят, которым сейчас 17-16, ну и может побольше лет, такой сложный период начинается, когда нужно определиться. Вот если человек подумывает выбрать профессию, размышляет, химию рассматривает, вот что должно быть обязательно? То есть человек должен понимать, что надо влюбиться в эту науку, нельзя так проходящим вариантом ее использовать. Вот какой критерий того, чтобы работать в этой области, в этой области науки? Знаете, в общем, я считаю... Ваш совет профессиональный, опытного химика. У человека должна быть мечта, во-первых. Да. Мечта. Вот кто-то любит гуманитарный предмет, историю, пусть занимается. Но если человек выбирает естественно-научную профессию, и это нечистая математика, вот, нечистая физика... У вас, кстати, как по математике было? Отлично. Отлично. То химия, она соединяет в себе все, понимаете? Вот. И физику, и математику, и биологию, потому что, ну... И медицину. И медицину, понимаете? Вот, ну, если взять физиологию живых существ... Да. Понимаете? Еще Павлов говорил, что вот просто человек, знающий биологию, не может быть, даже если он очень талантлив. Настоящим физиологом животных может быть только химик. Потому что он понимает, вот, жизнь живого организма. И это на самом деле так. Но я не встречал человека, который бы, вот, закончил химический факультет, и пришел я, ну, всю жизнь занимаюсь с детьми, сказал, Василий, что-то я ошибся. Но не было такого. Потому что, ну, не полюбить химию нельзя. Вот. И единственное, опять же, это школа. Школа не мотивирует к изучению химии. И вот в настоящее время не мотивирует. Да. Потому что один час в неделю, десятый, одиннадцатый классы, да еще за отсутствием химического эксперимента, часто. Вот это, конечно, беда. Что-то в этом направлении вы делаете за своего поста? Делаем. Очень много. Очень много делаем. Мы сейчас с компаниями нашими, с которыми мы сотрудничаем, с Уралхимом, с Еврохимом. С различными предприятиями. Да. С ведущими химическими предприятиями. Да, да. Открываем региональные центры экспериментального овладения химическим знанием. Это для детей, которые хотят что-то похимичить. Вы говорите, влюбиться в химию невозможно. Но тем не менее, должен. Так невозможно. Вы говорите, не влюбиться в химию невозможно. Вот, это правильно. Не влюбиться, да. Но все равно способности какие-то должны быть. Есть же склонность определенная. Либо любого можно влюбить, научить, вне зависимости от того, какие данные есть. Нет, я считаю, что вот если человеку интересна вообще жизнь и естество знания, его влюбить легко. Легко. Другой вопрос, как он дальше, на какой уровень поднимется? Да, 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 да. Потому что, ну вот, 1 сентября прошлого года. Я иду после День науки, иду к ректору искусствов. Молодой человек, там в сквере у нас вылезает. Он говорит, Васильевич, здравствуйте, вы меня помните? Помню, говорю. Ты, Никита, был победителем Российской Олимпиады. Он говорит, да. Ну и что? Говорю, что-то не радуешься. День знаний сегодня. Праздник у нас. Он говорит, я поступил не на тот факультет. А куда ты поступил? Я поступил на факультет фундаментальной медицины. А на факультет фундаментальной медицины самый высокий конкурс. Самый высокий конкурс. Ну и что ж ты? Почему? Я хотел на химический. А как туда поступил? Родители, врачи. Они мне сказали, что... Заставили. А я расписание посмотрел, лечебное дело. Каждую неделю лечебное дело. Васильевич, заберите меня оттуда. Ну я вот сейчас иду, вот поговорю с деканом медицинского факультета. Академия Ткачок, у нас замечательный человек. Я пришел, говорит, так и так. Мечта у парня. Да. Вы туда отправили. Да. Он говорит, Васильевич, ну пусть он у тебя учится, отчислится у меня. А в конце семестра он сдаст экзамен. Мерзавец только место занял, понимаешь? Вот. Но учится хорошо сейчас у нас очень. То есть забрали все. Забрали, да. Договорились. Договорились. Ну это тема хорошего университета. Что вот можно скорректировать, если что-то не так. Я даже не знала, что в стенах МГУ есть такие махинации, если честно. Ну это не махинация. В хорошем смысле. Это реализация мечты. Конечно, конечно. Бывает у ребят, кто поступает к нам, но начинается какая-то аллергия там на вещества химические в лаборатории. Но мы помогаем там перейти на другой факультет, на биологию или на почвоведение, где бы не было такого эксперимента. Ой, школа ловерства. И еще дайте, пожалуйста, напутствие тем, кто раздумывает, отважится ли на МГУ или как-то вот поспокойнее что-нибудь попроще поискать. Ну вы знаете, вот нет места лучше на земле, чем московский университет. Вот. Я все университеты люблю. И у нас замечательная связь со всеми университетами страны. Вот. Но к нам хорошо относятся тоже все университеты. Вот. Но, конечно, учиться в московском университете – это наслаждение. Это не просто труд великий, а вот удовольствие и наслаждение. В общем, да. Я желаю всем, кто выбирает что-то, сделать правильный выбор однажды. Не бояться и решиться. Да, не бояться. И поступить вот в наш великий университет. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Валерий Васильевич Лунин был в гостях у нас. Спасибо огромное.